Я коротко представлюсь. Меня зовут Андрей Бобрышев, и я являюсь одним из партнеров нашей компании. Добивается успеха тот, кто не боится изменений, не боится очень быстро принимать решения и внедрять их в свою жизнь. Поэтому буквально меньше, чем полтора месяца назад мы встречались с господином Лютином и администрацией компании в Москве, чтобы разобраться в данном предложении. Ну и, так скажем, стремительно начали сотрудничать, и слава богу, за этот короткий промежуток времени удалось проделать уже достаточно хорошую работу. Но, как я говорю, что все самое интересное у нас еще впереди. И поэтому одной из наших компаний в следующем, в 2022 году, и уже, наверное, даже начиная с сегодняшнего дня, с 29 декабря 2021 года, уже начнутся определенные изменения не только в плане линейки продуктов, не только обновления в личном кабинете, но и для нас, как для дистрибьюторов, для тех людей, которые приняли решение строить карьеру и создавать доход с компанией Health Priority, потому что на русском языке это звучит как приоритет здоровья, но поскольку наша компания международная, да, то и благодаря ребрейтингу, который начался уже в конце этого года, да, по согласованию с президентом, с администрацией, соответственно, компании, то с этого дня предлагаю всем вам немножко менять терминологию компании, говорить о компании на английском языке, да, Health Priority, и очень классно звучит и понимают на языках практически всего мира, и все, что связано будет там с логотипом компании, и с там брендбуком и многими другими вещами, поэтому, друзья, может быть для кого-то, для старых клиентов, или не совсем старых, а для тех партнеров и клиентов, которые уже привыкли к названию приоритет здоровья, то предлагаю тоже такое новшество для себя внедрить и перестраивать свой лексикон. И, конечно же, когда вот мы встретились с господином Люкином, да, и мы обсуждали эти моменты, и мне очень понравилась реакция президента, потому что действительно не каждый человек способен, или не каждый собственник компании способен так внимательно прислушиваться к своим партнерам, да, к своим лидерам, да, компании. И именно, когда мы были в Москве, немножко я тоже расскажу такую про внутреннюю кухню, я думаю, кому-то она будет интересна. Президент компании, он всегда, когда мы говорили о вашей компании или так далее, он всегда оговаривался и поправлялся, говорил, что компания наша, потому что я создаю условия, я занимаюсь там отбором продукции, да, сертификацией, логистикой, да, чтобы товар появился на той или иной стране, я, соответственно, занимаюсь вопросами юридическими и так далее, да, но вы, как партнеры, занимаетесь реализацией, потреблением, обучением, поэтому компания, она является нашей. И поэтому классно, когда от первого лица, да, от собственника и создателя, соответственно, данной компании исходит такой посыл и такое отношение. Когда мы встретились с господином Люкином, мы говорили о том, что было бы хорошо обновить маркетинговые условия, опять же, в пользу партнерской именно сети, чтобы как можно больше лидеров, да, зарабатывало хорошие деньги, потому что просто клиенты, которые будут потреблять, соответственно, продукт, они всегда будут в плюсе, они всегда будут иметь там хорошего, устойчивого или растущее здоровье, вот, но и те партнеры, которые уже сейчас сотрудничают, да, зарабатывают какие-то деньги, это тоже очень хорошо, но будет классно, когда в этот бизнес мы сможем привлечь очень много хороших и сильных лидеров, да, которые ориентированы на очень высокие финансовые результаты в несколько десятков тысяч долларов, соответственно, месяц. И для этого важно, чтобы были и маркетинговые условия, а не вот подходящего плана. И на что господин Лютин сказал, да, мы можем обсудить этот вопрос, и принял такое решение, и вот сейчас нововведениями, да, которые будут уже, уже происходят, соответственно, компании, я бы хотел бы с вами поделиться касаемо маркетинг-плана. И в конце я бы рассказал прям непосредственно свой кейс, такой, знаете, как будущее, на примерах, на цифрах, чтобы у вас было прям четкое понимание, да, что компания и так очень много денег отдает в маркетинговый план. Я сам, как человек, который для нескольких сетевых компаний создавал и программы лояльности, создавал и маркетинги, вот программы лояльности, и сам в свое время имел опыт создания своей компании. Вот, и я могу сказать, что то количество финансов, которое сейчас выделяется на маркетинг-план, это, наверное, одно из самых щедрых, если не самое щедрое, не люблю самое говорить, потому что сложно очень сильно проверить, но одно из самых щедрых на рынке не только России, странах в мире, а во всем мире, как бы в целом. И это очень хорошо, это очень хорошо, прежде всего, для партнеров, а если партнерам будет хорошо, если люди будут получать финансовые результаты, да, то они будут на постоянном основе сотрудничать с компанией, и компания тоже в долгосрочной перспективе, да, будет получать и хорошую финансовую прибыль, соответственно, и развить, и обновлять линейку продуктов, и, соответственно, открывать все больше стран и регионов по, не только по евроазиатскому, соответственно, региону, но и вообще, возможно, по всему миру. Но до этого надо немножечко дожить. Хорошо, и давайте по маркетинговым условиям, какие они, соответственно, у нас начинают действовать, да, уже в начале этого года. Я сразу проговорю несколько стартовых пакетов, и основное обновление, то, что у нас статусы и стартовые пакеты, они изменятся в личном кабинете уже до конца этого года, и раньше у нас пакеты назывались Gold и Brilliant, мы сейчас европизируем немножечко, да, вот нашу стиль и нашу подачу, поэтому пакет становится, пакет на 500 PV у нас теперь будет называться как стандартный, а пакет, который раньше был Brilliant, он будет называться премиальный, то есть премиальные условия, самые выгодные условия по всем критериям, по получению бонусов, по различному прому, по там, лидерским квалификациям и так далее. Вот, но я сейчас не буду рассказывать детально маркетинг-план, потому что вы его все прекрасно знаете, если кто не знает, может изучить на наших, соответственно, школах различных, вот. И, в общем, два основных пакета, которые сейчас есть в компании, это пакет стандарт 500 PV и пакет премиум, это 2000 PV. Хорошо, идем дальше, у нас будет шесть, или уже есть шесть основных бонусов, и первых три вида бонусов, они остаются как есть, это степовый бонус, это бинарный бонус, это бонус повторных покупок, они не претерпели изменения, в этом наша ключевая, соответственно, особенность, особенность, это наша ключевая особенность, которая остается прежней, потому что мы встречались с господином Люкином, обсуждали, много очень думали, да, и вот эти три вида вознаграждения, они остаются как есть. На самом деле они очень щедрые, они очень щедрые, и в самом начале пути люди зарабатывают очень хорошие деньги, и уже у нас есть партнеры, за этот короткий промежуток времени, буквально за один месяц, мы увидели, как люди стали зарабатывать, ну, даже в некотором случае, даже очень неприличные деньги за такой, соответственно, короткий срок. И три бонуса, да, претерпели изменений, да, и старые бонусы уже не будут действовать с сегодняшнего числа, да, и у нас добавляется туристический бонус, но он видоизменен, да, у нас добавляется на постоянной основе автомобильная программа, а также очень интересный лидерский бонус под названием как глобальный бонус, где один процент от товара оборота компании делится между лучшими партнерами компании по товарообороту. Вот, поэтому шесть основных видов бонуса. И если коротко еще охарактеризовать наш маркетинг-план, он щедрый, он достаточно сбалансированный, он интересен на каждом этапе, и практически за любую проведенную работу партнером он вознаграждается, соответственно, деньгами. Это классно, как от первичных покупок, так от вторичных покупок, как лидерские бонусы, как лично проведенная работа и так далее. Окей. Ну, про цеповый бонус рассказывать не буду, вы его прекрасно все знаете, это 50%, соответственно, объема получается меньше ветки, начисляется. В принципе, у нас этот бонус выплачивается мгновенно, да. Вот, ну, то есть, цеповый бонус, вы все прекрасно его знаете, он у нас без изменений. Дальше. Бинарный бонус. Бинарный бонус у нас тоже не претерпел никаких изменений, он остается таким же, какой он был, это 10% с малой ветки на постоянной основе рассчитывается, мгновенно, да, ежедневно рассчитывается, да, и вы уже можете там претендовать на свои комиссионные. Он тоже у нас остался без изменений. Дальше. Бонус повторных покупок. С ним такая же история, то есть бонус повторных покупок, он тоже очень интересный такой бонус, который позволяет зарабатывать до девятого уровня, даже если вы пригласили всего лишь одного активного человека в свою сеть, и он сформировал достаточно глубокую и широкую потребительскую партнерскую структуру, то 5% от PV будет принадлежать вам, и если вы находитесь в определенном статусе, допустим, премиум, да, то вы до девяти линий получаете. Если на статусе находитесь и на пакете стандарт, вы получаете до шести уровней, и если сами, соответственно, делаете повторную покупочку, да, что логично является, если вы претендуете на бонусы от повторных покупок, то вы и сами ежемесячно основите, покупаете продукта на 30 PV, то есть на 30 PV ежемесячно. Хотя для премиальных пакетов у нас есть промо-условия, об этом я скажу в самом конце. Окей, поэтому небольшое изменение у нас здесь по PV, 30 PV на ежемесячной основе для получения повторного, для получения бонуса от повторных покупок. И вот самое интересное, вот мы поговорим на этом слайде, потому что у нас добавляются квалифицированные бонусы в зависимости от рангов в компании, которые будут позволять лидерам зарабатывать еще больше денег и улучшать качество своей жизни. Это такие бонусы, которые можно назвать как лайфстайл-бонусы, потому что они связаны непосредственно с вашим персональным имиджем, с путешествием, с покупкой или с обновлением автомобилей, а также с дополнительными комиссионами, которые влияют на качество жизни. И у нас есть несколько рангов, их 6 в настоящий момент. Первый ранг – это директор, на котором за выполнение определенного товара оборота 5000 PV у вас одна сильная ветка делает, и все остальные ветки суммарно, если делают 5000 PV, то вы получаете дополнительно 100 бонусов за месяц на ваш туристический счет. И вы можете уже в компании поехать, отправиться в то или иное образовательное и развлекательное путешествие. Окей. Второй ранг в компании – это региональный директор. Это когда у человека уже есть чуть большее развитие и больше товарооборот. И 10 тысяч PV у вас делает одна сильная ветка, и все остальные ветки суммарно делают также 10 тысяч PV. И здесь используется только классическая система. Здесь не считаются переливы по бинару. Это только ваша рекомендательная структура тех людей, которых пригласили лично вы. И эти люди пригласили своих людей таким образом. Классическая система продвижения. И региональный директор получает еще дополнительно 100 долларов на туристический счет. Другими словами, все бонусы квалификационные, они между собой суммируются. Они взаимно не исключаемы. Они взаимосоединяемы, так можно даже сказать. И поэтому на региональном директоре вы получаете 100 долларов за директора квалификацию. А за регионального директора еще плюс 100, и того у вас 200 долларов на туристическом счете. Следующая квалификация – это национальный директор. Это 30 тысяч пиви, соответственно, одна сильная ветка. И все остальные ветки суммарно также 30 тысяч пиви создаются. И вы участвуете в автомобильной программе, где на ежемесячной основе вам начисляют 500 долларов, которые вы тратите на приобретение или на оплату своего автомобиля, где вы склеите наклеечку, соответственно, компании на автомобиль и на ежемесячной основе участвуете в этой промо. Создавая определенный товарооборот на постоянной основе, вы получаете помимо 200 долларов на туристический бонус, вы также еще и получаете 500 долларов на свой автомобиль. Очень классные, соответственно, условия. Особенно для тех людей, у которых есть уже автомобили, которые бы хотели бы сменить просто свой автомобиль. Взять ту марку, которую вы хотите, а не какую-то определенную, а то, что вы предпочитаете, то, что вам нравится, чтобы вы были в этом отношении достаточно свободны. Поэтому очень интересные такие маркетинговые условия. Хотите Mercedes, приобретайте Mercedes. Хотите, не знаю, корейского, китайского или отечественного производителя. Ну, отечественного, вряд ли кто захочет. Обычно мы предпочитаем все-таки зарубежного производителя, но, тем не менее, может быть, какую-то премиальную машинку захотите для себя. Окей, следующий вид, следующая квалификация, следующий статус – это статус интернационального директора. И вот эти четыре самые верхние квалификации, они на самом деле, ребят, очень особенные. Потому что не зря мы разрабатывали таким образом маркетинг-план, который бы позволил людей именно объединить. Объединить все страны, объединить все города, объединить максимальное количество лидеров. Почему? Потому что эксклюзивность данного вида вознаграждения позволяет совершенно не самыми огромными, невероятными товарооборотами, а более такими изменяемыми, потому что 50 тысяч PV слева и 50 тысяч сильной ветки и все остальные сбоку ветки – это примерно больше, около 100 тысяч долларов товарооборот, или чуть больше 100 тысяч долларов, если у вас не совсем равномерно развиваются веточки, то вы получаете первый глобальный бонус, первого, так скажем, уровня – 1% от оборота всей компании. В чем его эксклюзив и уникальность? То, что товарооборот делают все рынки – и Казахстан, и Монголия, и Таджикистан, Узбекистан, Корея, Россия, неважно, делаем мы, соответственно, все. А этот процент делится только на тех людей, которые закрыли непосредственно эти квалификации. Таким образом мы можем помогать и другим партнерам, даже если раньше человек был из параллельной ветки, иногда бывал момент, что не хочется как-то помогать, еще какие-то моменты, потому что ты коммерчески не заинтересован, такое бывает, вы прекрасно знаете, то здесь человек участвует и получает прибыль от всего рынка, и это очень классно. Вот, хорошо, идем дальше. Следующий – это бренд Абассадор, это уже больший товарооборот, это 100 тысяч долларов в одной сильной ветке, 100 тысяч долларов на все остальные ветки, 100 тысяч пиви, да, и это еще один процент. Причем, ребят, а не исключается нижний глобальный бонус, соответственно, добавляется и этот. И шестой уровень – это рояль Абассадор, 200 тысяч пиви в сильной ветке и в остальных ветках. В остальных ветках 200 тысяч пиви, и таким образом, соответственно, вы получаете еще один процент. Причем, самый квалифицированный, да, или самый активный, допустим, лидер, или несколько этих лидеров, может быть, которые займут позицию или статус, или ранг рояль Абассадора, да, а их будет, ну, не всегда самое большое количество, да, один, может быть, два, может быть, три человека, да, в компании, как правило, это бывает, он собирает всю линейку этих бонусов. Поэтому люди с амбициями, люди с желанием, с международным, соответственно, желанием развиваться на всех рынках, могут в этом поучаствовать и создать очень-очень хороший доход. Ну, я как пример вот здесь, в принципе, могу показать, да, как закрывается квалификация. Еще раз говорю, 5 тысяч пиви – это одна ветка, самая сильная, да, и все остальные ветки суммируются, да, тысяча, тысяча, тысяча и пять тысяч пиви, и у вас закрывается квалификация директора. Ровно по такому же принципу мы закрываем все остальные, как бы, квалификации. Вот. Идем дальше. И основные преимущества нашего маркетинг-плана. Первое, да, это одно из самых основных – это быстрые, да, или мгновенные начисления. Это очень классно, да, что есть такая возможность у нас, да, быстро получать финансы. Второе – это квалификационные бонусы, они все у нас суммируются, да, то есть они не взаимоисключающие себя, а они только дополняющие. Третье, да, остаток бонусов и достигнутые ранги, они сохраняются. То есть у вас не происходит обнуления, да, если у вас одна веточка, допустим, по бинару начала развиваться, а вторая еще, допустим, нет. Если, к примеру, вы сначала выстроили одну команду, потом начали заниматься второй, то эти бонусы никуда не делятся, то есть эти накопления никуда не исчезли, и как вы только выполнили там боковой объем или построили вторую ветку, вы, соответственно, начали получать эти деньги. Что имеет значение, что, о чем говорит, достигнутые ранги сохраняются. То есть другими словами, если вы заняли какую-то позицию, да, заняли какую-то квалификацию, получили тот или иной, соответственно, бонус, то вам делается признание, знак отличия, да, вам дается, да, но если вы, допустим, по товарообороту снижаетесь, у вас этот, ну, условно, знак признания, или вам эту квалификацию не забирают. Вы просто получаете деньги согласно того товарооборота, который сделали. Это честно, это логично, это бизнес, да, вот, но у вас как бы не понижается этот статус в личном кабинете, у вас там не происходит какое-либо обнуление, вот. Поэтому восстановитесь в товарооборотах, подтверждайте свой статус и продолжайте развивать дальше. И следующее преимущество, да, у нас нет обязательных ежемесячных покупок на получение всех видов бонусов. То есть на два вида бонуса у нас это не касается. Это основные виды вознаграждения, это степовый бонус и бинарный бонус. Для этого вам не обязательно делать ежемесячные покупки, вы можете зарабатывать в компании деньги, получать эти вознаграждения, не делая повторных покупок. Но сразу скажу, если вы хотите претендовать на более высокие, соответственно, квалификации, то и получать бонусы от них, то, конечно же, быть лояльным компанией, потреблять продукт на постоянной основе, это хорошо. Ну и вообще у нас небольшая вот эта ежемесячная активность, которая, в принципе, способен выполнить абсолютно любой человек с абсолютно любым финансовым обостатком, тем более, если мы говорим о каком-то доходе, то это может сделать абсолютно каждый человек. Плюс при этом у нас такие продукты, которыми хочется пользоваться вновь и вновь. Поэтому без проблем вы сможете приобретать продукты, получать все виды вознаграждения. Есть у нас еще промоушен. Расскажу прям в двух словах о промоушене, который будет на 2022 год, что партнеры, которые в период с 29 декабря 2021 года по 28 марта 2022 года приобретут пакет премиум, 2000 PV, или сделают апгрейд до этого пакета, с пакета стандарт до пакета премиум. Эти люди освобождаются от условий повторных покупок до конца 2022 года. То есть, друзья, если вы сейчас там первый раз, вы там новичок, может быть, первый раз на подобном мероприятии, если вы приобретаете пакет, допустим, премиум, то до конца 2022 года вам не обязательно делать повторные покупки. Для, соответственно, людей, которые находятся в статусе стандартно 500 PV, если вы делаете апгрейд за эти три месяца, то также до конца года, до конца года, вы можете не делать повторные покупки, если в этом нет необходимости. Конечно же, по статистике люди будут все равно покупать продукты, но вы будете свободно делать тогда, когда это, в принципе, как бы захотите. Окей, это что касается промо на 22-й год, на начало 22-го года. И давайте я, наверное, как партнер компании расскажу, почему этот маркетинг-план даже более интересный, чем те условия, которые были. Мы нашей командой достаточно серьезно стартанули, и я хочу поблагодарить всю нашу команду, всех партнеров из Бурятии, из Кореи, по всей России, да, из других стран, из Казахстана, абсолютно каждого человека. Сказать большое спасибо, ребята, то, что вы откликнулись, то, что вы доверились, да, то, что вы пошли, соответственно, за нами. Я думаю, многие из вас сейчас о своем выборе не жалеют, и за этот короткий месяц мы сделали достаточно хороший товарооборот, больше 160 тысяч долларов, да, и я надеюсь, что мы с такой динамикой продолжим развиваться и в следующем году. Так вот, друзья, и что бы я хотел сказать, то, что если бы уже сейчас действовали бы условия по новому маркетингу, то дополнительно количество комиссионных, вот этих лидерских именно комиссионных, мы не берем степ, мы сейчас не берем бинар, мы не берем сейчас повторные покупки, но мы берем только туристический бонус, автомобильную программу, глобальный бонус, то сейчас просто в сравнении я вам расскажу, что по старым условиям, один из моих аккаунтов, да, где 250 человек, партнеров, где товарооборот составляет 136 тысяч пиви, да, и где есть 4, ну, вообще линии там больше, около 12, по-моему, линий, но 4 активные развивающие линии, где товарооборотом больше 3,5 тысяч пиви, да, то по старым условиям, вот по условиям промо, да, которые были объявлены до конца года, я дополнительно получу, получается, за 4 ветки по 3,5 тысячи пиви, 450 долларов, и плюс на туристический бонус на аккаунт начислилось 300 долларов за это время, на туристический, то есть, другими словами, туристический бонус составил 300 долларов, плюс 450 долларов за то, что у меня 4 активные ветки больше 3,5 тысяч пиви, для тех, кто знает маркетинг-план, они понимают, о чем я говорю, то есть, другими словами, получилось 750 долларов. Но, друзья, вдумайтесь, и сейчас посчитайте, если тот же самый товарооборот мы применим к новому маркетинг-плану, то, что бы я получил в новом маркетинг-плане, я бы закрыл квалификацию 4 ранга, это у нас получается, давайте посмотрим, это у нас получается интернациональный директор, 50 тысяч пиви, это одна сильная ветка сделала, и все остальные ветки сделали, соответственно, там еще 50 тысяч пиви, но в моем случае как раз вот это проходит, то есть, что бы получил я в этом случае, получил бы 200 бонусов на туристический фонд, получил бы 500 долларов на автомобильную программу, и, соответственно, для обновления, либо покупки нового автомобиля мог бы использовать, или на свои уже, как говорится, нужды, если у меня есть хороший, соответственно, автомобиль, и четвертый бонус, это 1% от, соответственно, всего объема, и поскольку, ну, немножко я так владею информацией, знаю, что на данный момент, даже в этой квалификации, да, интернациональный директор, если взять ее сейчас все сразу, всего лишь 2 человека сейчас находятся, как бы в компании, да, по товарообороту, то я могу сказать, что примерно, если товарооборот компании составляет в декабре месяце, ну, примерно, я могу сказать, я могу ошибаться, потому что я на самом деле не знаю, да, статистики, но 400 тысяч долларов, я могу предположить, да, что товарооборот компании в декабре месяце 400 тысяч долларов, 1% от TV, это 4 тысячи долларов, которые разделят всего лишь 2 человека, находящиеся в этой квалификации, таким образом мой суммарный лидерский, соответственно, доход составил бы 2700 долларов, а по настоящему маркетингу я получил 750. Это не говорит о том, что какой-то маркетинг плохой, это говорит о том, что новые современные маркетинговые условия для людей с хорошими амбициями, они намного, намного выгоднее, и это очень и очень классно, поэтому те люди, которые монетизируются сейчас только на степовом и бинарном бонусе повторных покупок, это тоже достаточно большое количество денег, на старте компания отдает, и это очень приличные деньги, в некотором случае в 3 и в 5 раз доходы превышают, чем доходы, ну, наших коллег по цеху из компании сетевого маркетинга, да, другие компании, да, извиняюсь за патологию, вот, то тоже очень хорошо, но и для лидеров этот бонус вообще просто шикарный, поэтому, друзья, я буду заканчивать, извините, что получилось так долго, но это очень важный блок, чтобы вы в Новый год уходили вот такими позитивными новостями, еще раз я благодарю всех за хорошую работу, свою команду, своих партнеров, большая благодарность нашему президенту, господину Рутину, за содействие, за изменения, за то, что он слышит свою партнерскую сеть, огромная благодарность также нашим коллегам, всему административному корпусу и Марии, которая с нами иногда до 12 часов ночи отвечает на все вопросы, решает административные задачи, и наши сотрудники, которые отвечают за логистику, за отправку и другие задачи в компании, всем большая благодарность, и поздравляю всех с наступающим 2022 годом, пускай этот год в вашу жизнь привнесет как можно больше радости, а некоторую радость мы сможем купить за деньги, которые заработаем в сотрудничестве с компанией Health Priority. Поэтому пускай товарообороты растут, команды растут, качество жизни меняется, и чтобы вы получали вот от этого жизненного творческого процесса огромное удовольствие. Продолжение следует...